Предлагаю представьте себе, что у нее есть мобильный телефон, и на этот самый мобильный телефон вдруг приходит смс-сообщение с подписью какого-нибудь безумно уважаемого, не знаю, мамы, или не знаю, Господь Божий, или еще какая-то такая подпись, в которую вы точно верите, да, там, не знаю, мама и папа. Представляете, смс-ка в такой абсолютно надежной подписью. Отлично. Итак, в этой самой абсолютно надежной смс-ке, она одна, приятная во всем вагоне, написано следующее, в вагоне есть грязный. Как вы считаете, если эту смс-ку получила Саша, что она сразу будет делать? Она сразу смотрит на вас, на всех, видит, что вы чистые. И что делает? И на ближайшей остановке. Отлично. Итак, текст, который нужно написать в смс-ке, если один грязный человек в вагоне есть хотя бы один грязный. Ульяна. Представьте себе, что у нас двое грязных. Понятно, что если придет такая вот смс-ка, в вагоне есть хотя бы один грязный. Понятно, что от этой смс-ки лучше не станет. Согласны? Потому что они прочитают, согласятся, ну да, есть хотя бы один грязный вагоне, но никакого из этого вывода не сделать. Ну, есть и есть. Ребята, а кто-нибудь из вас может предложить текст к смс-ке, которая этих двоих, когда любая из них получит смс-ку, ну, ту, которая получила, смс-ка заставит пойти сразу на улице. А если получит чистый человек, то он никуда не пойдует. Итак, какой текст хотите? Хотя бы два. А мне не нравятся такие. Потому что основную мысль нашего занятия, она не выражает. Есть чуть более хитрый вариант. Да? Не то. Не то. Да? Вы стараетесь найти грязный, если не найдете, то это становится. Нет. Вы стараетесь найти... Это вы что-то не тот. Хотите? Да? Вагоне более чем один грязный. Так. Это вы пытаетесь указывать числительное. Пытаетесь указать количество грязных. Не то ли это? Да, вы... Не то. До этого очень тяжело догадаться. Давайте я попытаюсь объяснить... Когда выходит человек и говорит какую-нибудь... Важно, что при этом создается в головах у разных людей некоторое, что называется, одна и та же мысль. Сейчас самый трудный момент в нашем сегодняшнем занятии. Поэтому разрешите, я еще сделаю одно большое отступление в сторону. Я говорю немножко о том, что такое коммуникация и что такое личное письмо. Представьте себе, что я беру, скажем, всех людей, кто... Не знаю, кто из них связан, кто мне когда-нибудь почту писал. Беру, отбираю 100 таких человек. И каждому из них пишу некоторое письмо. Может быть, большое письмо. Может быть, даже письмо на 300 страниц. Потратил месяц или два, пишу, 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 пишу и посылаю поставок сам письмо в 300 страниц. Скажите, пожалуйста, это называется публикацией? Нет. Нет. Это называется личное письмо от посланной поста адреса. Отлично. Но хорошо, я не буду себя ограничивать. Я тоже самое письмо. Сейчас электронная техника, посмотрите, какое сделано. Беру и отсылаю не поста адреса, а беру 1000 адресов. Почему нет? Всех, кто подписан на страничку в адресе, беру и отправляю каждому личное сообщение. Могу? Да. Могу. Не бойтесь, я этим не занимаюсь, безумеется. Но могу. Вопрос. Я опубликовал информацию или нет? Опубликовал. Нет. Ага. 100 не опубликовал, а 1000 опубликовал. Нет. Да. Что у вас? Если одному человеку придет личное сообщение, он не будет знать, другому пришло или нет. О, молодец. Если одному пришло, то он не будет знать, другому пришло или нет. Молодец, обратили внимание на важную часть этой штуки. облигатов. По закону, сколько бы я не посылал личных письм, хоть даже я 5000, хоть даже 10 тысяч я пошлю, это не называется опубликованное сообщение. Это называется «Я послал очень много личных письм». А вот что такое опубликовать? Нет. Вот есть эта самая книжка. Вот это «Тысяча и одна задача по математике». Книжка опубликована. Вопрос. Чем отличается? Я мог бы те же самые задачи набрать и послать в личном письме. И, может быть, даже больше тиражом. Чем отличается? Чем отличается? Так. Ваша версия? Напечатана. Это как раз не так важно. Ребята, в старое время надо было вырезать там, не знаю, на камне или там глини вытеснить. В какой-то момент нужно будет там электронный файл. Дело в том, что технологии меняются, а идея публикации от этого не меняется. Я скажу ответ. Мы говорим, что что-то опубликовано, если эта информация сообщена неопределенному кругу лицам. До тех пор, пока я сижу, выписываю каждый экземпляр и помню. Вот это Иван Ивановичу вывезут. Вот это Анни Керн. Вот это еще там-то, это еще там-то. Это не называется публикацией. Это называется личное общение. Публикация – это сообщение информации неопределенному кругу лиц. «Дело в том, что эту книжку, как, собственно говоря, и остальные книжки, любой человек может купить в магазине, не спрашивая моего разрешения». Согласны? Те из вас, кто ее купили в магазине, не спрашивали, а можно ее купить? Нет, подожди, не купили. Информация, сообщаемая неопределенному кругу лиц. Здесь что важно – все могут прочитать. Кстати, это совершенно не означает, что все обязаны прочитать. От того, что вышла какая-то статья в катете, не возникает обязательств у всего мира эту статью прочитать. Ничего страшного, кто-то и не прочитал, но все могли. Ребята, в тот момент, когда журналист выходит с своей информацией, происходит очень важная штука – возникает эффект того, что не просто кто-то один знает, а то, что эту информацию могут знать все. Давайте я все-таки напишу вам эту смс и прошу вас ее записать в тетрадь. Вот, собственно говоря, всего два предложения. Итак, первое. В вагоне есть, пока вы, один грязный. А вот вторая смс, которая посылается, если два человека, она следующая. Все знают, может догадались. есть хотя бы один грязный. И вот давайте сейчас разбираться. Представьте себе, что чистый человек только из вас. Смс. Все знают, что в погоне есть грязный. Тогда сразу все легко. Чистый человек получает смс. Смс. Все знают, что есть грязный. Он соображает. Я знаю, что есть грязный? Да. И любой чистый, вон они твой грязный. Она знает, что есть грязный? Да. Да, потому что есть она. А она знает? Да. Да, потому что есть она. Ребята, когда любой чистый человек получает эту смс-ку, то он соглашается и эта смс-ка не дает ему никакой новой информации. А вот теперь фантастика. Представьте себе, что... Послушайте, Александра получила эту смс-ку. Все знают, что в вагоне есть грязный. И она думает. Интересно, вот тот чистый знает, что есть грязный? Знает, потому что он видит Ульяна. А интересно, Ульяна знает? Интересно, а почему Ульяна знает? Потому что она видит Саша. О, ужас! Она видит меня, думает Саша. Еще раз. Она получила вот эту смс. Представили? Да. И она понимает, почему Ульяна знает. У нее есть единственный способ узнать. Потому что она видит грязный. Поняли идею? Отлично. Григорий, идите сюда. Вы сообразите? Все знают, что в вагоне хотя бы два грязного. Не то. Не то. Вы не поняли идею, что я хочу от вас. Да. Вы не поняли, что они не догадались? Не то. Не то. Вы не догадались. Все знают, что вагоне не были глубиной. Не то, не то, не то. Как они все кратят? Нет, это просто ложь. СМС-ка должна быть правдой. Вот они есть трое грязных. СМС-ка должна говорить правду. Но она должна обладать следующим свойством. Если она попадет в руки чистым, то он с ней согласится, скажет, что я это и так знал. А если она попадет в руки грязным, то он должен сразу побежать дальше. Все знают, что они в свободе и здесь грязные? Это работало для двух человек. В огоне есть или грязные? Я уже просил вас, надо обойтись без числительных. Конструкция должна объяснять, что сказал проводник. Я хочу, чтобы в конце концов вы поняли, зачем же нужны журналисты на свете. Чтобы вы поняли, что сказал проводник. Не то. Не то. Хочу сейчас, чтобы вы, что называется, примеряли это на нынешнюю российскую ситуацию. Потому что эта штука, она и через 100 лет будет верна, и еще лет назад тоже будет верна. Ну вот вопрос. Представьте себе какой-нибудь путь, не знаю, в политический митинг, в какой-нибудь стране, не важно в какой. Слушайте, там люди чем-то недовольны. Они выходят на улицу и так знают, что там люди чем-то недовольны. Они вышли с плакатиками, прошли, ничего не изменилось. Правда? Нет, я не сочеплю ситуацию, когда кто-то там что-нибудь побил или нет. Нет, нормальная ситуация. Люди там хотят чего-то. Они вышли. Вопрос. Что произошло после того, как недовольные тем-то прошли по улице? Никуда. Да? Ничего не произошло? Да. Вообще ничего не изменилось. Да, ваш вопрос. Что? Что? Пройдут все люди с плакатами. Ага. Ну и что? Ну понятно, что они недовольны этим. Да? Вот смотрите, пройдут по улице с плакатами эти люди. Да. А те, те, те того, в котором пройдут эти люди, будут недовольны, что эти люди шумят, и так они пройдут их наряду. Ну нет. Во-первых, они помогут теоретики и культурно. Во-вторых, они шумят. Ну и все, да, шумят. Ну и все сейчас шумят. Не думаю, что это проблема. Дальше. Не донесена человек, для которого надо предназначить. И что? Донесена? Не донесена. Не мута, что? Да. Они задумываются о том. Не. Что ж, да? Они задумываются о том. Кто? Они. Ну, те люди, которые... Да. Говорите. Да, да, да. Мне кажется, что они не поймут, зачем другие люди вышли на митинг? Фантастика. То есть вы, правда, не понимаете, зачем люди ходят на митинги? Мы не допустим. Чтобы пройдет и чтобы... Ребята, у всевозможных митингов, демонстраций есть одна простая, но очень важная цель. Я хочу сформулировать, что вот такая штука является проблемой не для какого-то одного человека, а для многих людей сразу. Цель митинга состоит не в том, что человек вышел и говорит, вот у меня там такая-то беда, да? Нет, совсем не в этом. А в том, что вдруг оказывается, что такая беда и у меня, и у меня, и у меня. И вдруг таких людей много. В принципе, не я страдаю от того, а и я, и тот-то, и тот-то, и главное, мы все видим, что этих людей много. Цель – посмотреть на то, сколько нас, понять на самом деле, понять, сколько же нас на самом деле. Между прочим, если вы посмотрите, как все эти годы в Москве идет строительство, то можете заметить, что аккуратно все площади, как только была какая-нибудь большая площадь, аккуратно ее чем-нибудь застраивали, придумывали для нее какие-нибудь там ремонтные работы, была прямонежная площадь, там ее застроили, были площади уроков и вокзалов и так далее. То есть власти абсолютно четко это понимают. Ни в коем случае нельзя позволить, чтобы люди увидели, что их много. То есть, понимаете, обязательно должна быть маленькая площадка для того, чтобы люди не могли, что знаете, пересчитать митинги. Или, скажем, по российским законам разрешены одиночные пикеты. Почему? А потому что вся идея митинга объяснился этим. Одиночный пикет – это значит, что есть один митурок, который там что-то такое хочет, да, который считает, что нельзя просто так разговаривать людей. Ну мало еще, но один митинга так считает. Вот. Для того, чтобы это стало общественным мнением, надо, чтобы это видели друг друга. Ребята, и у журналистов, и у митингов и так далее, есть одна цель – создать первичку между мозгами. Не просто я что-то знаю, а я знаю, что другие это тоже знают. Кто продолжит решение задачи? Какая должна быть СМС? Да. Все знают, что… Все знают что? Что в вагоне ездят точно… Не то. Не то. Ну думайте же. Ну не может быть, чтобы никто не догадался. Да. Знают, что в поезде… Не то. Все знают, что вагоне… Не то. Все знают. Все знают, что это правильно. Что правильно. А вот дальше… Не говорите. Все знают, что человек… Должна быть взаимосвязь мозгов. Ребята, да. Слушай, мы поняли. Все знают, что кто-то чуман… Не то. Да. Не то. Давай говори. Да. Все знают, что я знаю… Не то. Не я знаю. Но почти. Вот… Он близок был к решению, но неправильно. Да. Не то. Все знают, что это не знаю. Не то. Я все знают, что все знают. Молодец. Все. Решил. Записываем. Третье СМС. Все знают, что… Все знают, что… Все знают, что в вагоне есть хотя бы ответы. Это СМС для трех человек. Давайте сейчас… Все, пожалуйста… Не поленитесь. Пишите, все знают, что в вагоне есть хотя бы один ядер. Ребята, представьте себе, это замечательный смс получила, ну, например, я. Что она думает? Она читает, все знают, что все знают, что вагон есть. Она думает, интересно, все это же в том числе и Григорий, правильно? Значит, Григорий знает, что все знают, что в вагоне есть хотя бы один грязный. Внимание! Григорий знает, что все. Григорий знает, что Александра знает, что в вагоне есть хотя бы один грязный. Интересно, а почему это Григорий знает, что Александра знает? Откуда это, с точки зрения Григория, Александра должна знать? Потому что она одна из всех. Еще раз, когда Григорий думает, он про себя думает, что он чистый. Когда Александра думает, она про себя думает, что она вполне может быть чистой. Почему же Григорий знает, что Александра знает, что есть грязный? Да потому что я грязный. Соображает Ульяна. Так, ребята, это в другом моменте. Еще раз, не побоюсь, это в домике. СМСУ получила Ульяна. Она думает так. Все знают, что все знают, что в вагоне есть грязный. Все это в том числе Григорий. То есть Григорий знает, что все знают. Но все это в том числе Александра. То есть получается, что Григорий знает, что Александра знает, что в вагоне есть хотя бы один грязный. Но это безобразие, потому что знать это могут только потому, что я грязный. Я сейчас напишу смс для четырех. Какая будет смс для четырех? Я хочу, что все знают, что в погоне есть хотя бы один грязный. Итак, вот здесь будет «все знают, что все знают», а сейчас будет «все знают, что все знают». Что все знают. Что все знают. Вот представьте себе, представьте себе такую штучку, что такую длинную смс для четырех получила кто-нибудь из четырех грязных. Ну, например, Алисия. И как умная девочка. Алисия, Сабрешев. Все знают, что в погоне есть хотя бы один грязный. Все это в том числе Григорий. Григорий знает, что все знают, что все знают, что в погоне есть хотя бы один грязный. Но это все, это в том числе Ульяна. Значит, получается, Григорий знает, что Ульяна знает, что все знают, что в погоне есть хотя бы один грязный. Но эти все, это в том числе Александр. Значит, Григорий знает, что Ульяна знает, что Александра знает, что в вагоне есть хотя бы один грязный. Когда они думают о чем-то, они же мысленно предполагают, что они чистые или грязные, они не знают какие. Значит, они же не уверены, что они грязные, правильно? Так почему же они могут это знать? Да потому что они меняют. И таким образом Олеся понимает, что она грязная.